Сегодня мы познакомимся с Huawei GT3, симпатичным аппаратом среднего ценового сегмента за 6000 гривен. На фоне китайских Meizu и Xiaomi такая цена может отпугнуть, но за устройствами известных компаний стоит отправляться как минимум с 200 долларами в кармане. Как правило, с таким бюджетом можно выбрать девайс с интересным дизайном, нормальными характеристиками и даже рабочими камерами. Но что из этого есть у Huawei? GT3 – это аппарат в корпусе из стекла, пластика и металла. Комбинация стандартная, но компании удалось создать смартфон, не похожий на другие модели. Заднюю часть украшает довольно толстый по ощущениям лист металла, а рамка сделана из пластика с линейным узором. Huawei GT3 получился достаточно удобным. У него средние размеры, позволяющие управлять аппаратом одной рукой и абсолютно привычное и удобное расположение всех кнопок и разъемов. Дополнительно можно отметить разве что индикатор пропущенных событий на лицевой панели и сканер отпечатков пальцев сзади. Датчик работает хорошо и быстро, а также облегчает управление. Свайпами вниз и вверх можно открывать и закрывать панель уведомлений, листать фотографии в галерее и делать фото в камере. На практике подобные функции оказываются полезными. Кроме темно-серва, смартфон доступен в золотом цвете корпуса. Большую часть лицевой стороны занимает 5,2-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. В экранах хороший запас яркости, нормальная контрастность и точно естественная цветопередача. Есть возможность настройки цветовой температуры и режим управления в перчатках. Единственное нарекание – практически отсутствующее олеофобное покрытие, и это может немного подпортить общее впечатление от смартфонов. С другой стороны, из коробки на дисплей будет наклеена защитная пленка, которая скроет этот недостаток. С точки зрения железа смартфон может порадовать восьмиядерной платформой собственной разработки HiSilicon и RIN650 с двумя гигабайтами оперативной памяти и 16-ю постоянной. Установить карту памяти получится только пожертвовав второй симкой, потому что луток тут гибридный. В повседневных задачах смартфон показывает себя с хорошей стороны. Он достаточно быстрый, поэтому пользоваться комфортно. А вот с тяжелыми приложениями, в частности играми, придется наблюдать как минимум долгую загрузку, что не понравится требовательным пользователям. Как и во всех смартфонах Huawei, Android 6.0 прикрывает фирменной оболочкой Emotion UI 4.1, оставляющая мало чистого Android. Спорным моментом Emotion UI можно считать яркое оформление. Зато можно настроить порядок и количество наэкранных клавиш, опции фоновой работы и доступа программ к интернету и многое-многое другое. От встроенного аккумулятора на 3000 мАч не ждешь ничего особенного, но платформа Kirin 650 выполнена под техпроцессу 16 нм, поэтому время работы нормальное. Как минимум можно рассчитывать на сутки работы и 5 часов активного экрана, хотя с меньшей нагрузкой смартфон проработает и два дня. Huawei GT3 получил две камеры с разрешением 13 и 8 Мп, с фетосилой F2.0 и возможностью съемки Full HD видео. Фирменное приложение включает режимы съемки HDR, полностью ручные настройки, а также режимы свет, рассчитанные на использование штатива и получение фотографий с художественными эффектами ночью. Камеру можно охарактеризовать как хорошую, хотя и не самую быструю. Скорость запуска, фокусировки и обработки сохранения фотографий соответствует одноклассникам и заметно отстает от флагмана. Дневным фотографиям минимум замечаний. На большинстве сделанных кадров цвета выглядят естественные, мелкие детали сохраняются, разве что алгоритмами добавляется немного насыщенности. Ночью падает скорость фокусировки и ухудшается детализация, но камера все равно остается рабочей. Сделанные кадры подойдут для социальных сетей, чтобы показывать друзьям и родителям. Фронтальный модуль также неплох. Объектив широкоугольный и при достаточном освещении можно делать хорошие селфи. Huawei GT3 получился хорошим смартфоном со своими компромиссами, которые заставляют задуматься, а кому подойдет этот аппарат. Нам кажется, что он мне понравится, желающим получить максимум характеристик и выжимающим из аппарата все соки. А вот для обычных пользователей GT3 будет в самый раз. Мамы, папы или менеджеры средней руки оценят материалы корпуса относительно компактной размеры, знакомый бренд и останутся довольны аппаратом.